Хуба! Привет, с вами доктор Влад, у нас плюс 18, такая погода классная. Мы сейчас с собаками гуляли, прям хорошо, не жарко, такой воздух свежий. Ну ладно, продолжаем, что у нас тут? А, комментарий интересный от Ольги. Привет всем, сегодня день памяти святого целителя Пантелеймона. Будьте здоровы и счастливы. Я посмотрел, думаю, что это за день. Так, этот день, ага, значит, вот он этот Пантелеймон, покровитель всех врачей и целитель больных. Во как! Да, 9 августа. Хорошо. Так, что Трамп, нет, не Трамп, Транснефть, заявила, что Украина остановила транзит по дружбе. Так, прокачка остановлена по южной ветке Словакии, Чехии и Венгрии. Вот оно что! Так, посол РФ Антонов, ой, такой, ну ладно. США подливают масло в огонь украинского конфликта. Вот оно что, никак не успокоиться. В Литве памятник советским воинам раскрасили в цвета украинского флага. Во как! Молодцы литовцы! Так, россиянам раскрыли возможность сэкономить на отдыхе в Турции. Так, ага, нужно заехать в октябре. А еще лучше в декабре, еще больше будет экономии. Да, угу. В российском городе стало опасно дышать. Это где? В Саратове? Нет, в Екатеринбурге выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Сера, азот... Ой-ой-ой, нифига себе. Угу. Так, ладно, поехали. Путин отметил проблемы бедности и алкоголизма в моногородах. Фу-то, ну что? Да, моногорода. Вот тут, например, в Кировской области, Кировская область, 11 моногородов, и все там бухают, бухают, и денег нет. На Украине заявили о получении первой партии турецких бронемашин Кирпи. Угу. Бронемашины турецкого производства. Серьезная машинка. Да, получили 50 и ждут еще 150. Нифига себе договаривались Путин с Эльдоганом. Так, в России продажи медицинских масок выросли на 17% за месяц. Нифига себе. Опять, опять будет коронавирус. Или что-то еще. Что там еще китайцы придумают? Минпросвещение. Все школы в России готовы к работе в очном формате в новом учебном году. Ну, два дня поработают очно, а потом опять домой. Так, Песков предупредил, что совместный украинско-турецкий завод по производству Байрактар будет сразу демилитаризирован. Ах, вот оно что! Прямо же он мочится кипятком насчет вот этого завода. Ага, даст вам Эльдоган его уничтожить. Так, в России, вот интересно, в России представлен первый в мире след телевизор. Телевизор следы оставляют, что ли? Я что-то не пойму. Чтобы в России какой-то первый в мире телевизор. Ну, такого не может быть. Гвоздей-то не умеют делать. Так, российский хоккеист рассказал об опасности жизни в США. Ну, не живи в США, живи в Воронеже. Так, какой-то завгородний. Так, российский ударный дрон «Сириус» совершит первый полет в 2022 году. Вот оно что, да, ударный дрон, свой. С ума сойти. Победители Евровидения отказались выступать на фестивале с российским диджеем. Вот так, убирайте российского диджея. Уже везде вот ручню, просто вот отовсюду пинками. Надоели, потому что. Ох ты! Настя Волочкова кардинально сменила имидж. Подписчики сравнили балерину с Ольгой Бузовой. Ну, вообще вот. Смотрите, вот какая страна такие кумиры. Бузова, Волочкова. Хорошо так. О! Россия одержала важнейшую победу в международном спорте. Это Дворковича выбрали в Международную федерацию шахмат президентом. Да, ну это победа, конечно. С ума сойти. В детских поликлиниках Москвы появилась новая функция. Я вот заинтересовался просто, думаю, ну что там, детская поликлиника. У меня сразу так это, стойка. А я же был врачом детской поликлиники. И что? Так, всё детское амбулаторное звено столицы отказалось от введения медкарт на бумаге. Теперь работа идёт исключительно в электронных медицинских картах. Нифига себе, я работал 40 лет назад врачом, да. Я тогда пробовал не писать, а печатать на машинке. У тёщи была машинка, я на машинке печатал вот эти вот, ну карточки детские амбулаторные, да. Ой, меня вызвали главному врачу, такое сделали. Всё, выдели все листки, перепиши всё от руки. Вот так вот. Ну вот сейчас вот прошло почти полвека, да, и наконец-то только в Москве ещё стали электронные карточки. Ну ладно. У меня жизнь была интересная, да. Так. Чебак, вот это что такое? Чебаксар. Чебаксарец стрелял по птицам из окна, а попал в женщину. Нифига себе заголовочек, да. Да, попал в женщину. А это что такое? Жительница Саратова скончалась после отравления неизвестными грибами. Ну вот так, пошли грибы, да, 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 да. Сейчас будут всеми деревнями ложиться. Так. В Маре-Эл два маленьких ребёнка выпали из окна. Ни одного дня, чтобы из окна кто-то не выпал. Ну, так, родители детей Маугли привлекли к ответственности. Это где таких? В Подольске полицейские нашли троих детей Маугли. Ребята жили в помойке, в кавычках. В квартире они жили, ну, как помойка, с родителями-алкоголиками. Так, родителям детей 36 лет. Значит, ага, так, что, что, что. А, родителям детей 36 лет. В квартире, где они проживали, повсюду разбросаны грязные вещи, ползали тараканы, запах дыма и алкоголя. В настоящее время дети госпитализированы, у них нашли лишай и вши. В Подольске. Ребята, я такого насмотрелся. Везде. Так, вот не знаю, правда не знаю, нет. В больнице Севастополя отравили российских военных. Много погибших, часть в реанимации. Якобы травили насекомых. И как-то это попало в еду. А, не насекомых, крыс. Крыс отравили. Так, и я попал на кухню, после чего произошло отравление продуктов питания. Восемь солдат скончались сразу, еще восемнадцать находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Не знаю, насколько это достоверно. Уже не знаешь, чему верить, ребята. Уважаемые пассажиры, вылет задерживается по причине того, что шасси самолета используется на другом рейсе. Но вот это издеваются над тем, что начали в России разбирать самолеты. А, это я уже до Твиттера потихонечку добрался. Казахстан присоединился к санкциям против Сбербанка. Казахстанские банки перестали принимать платежи от местной дочки Сбера, ссылаясь на американские санкции. Ну вот так. Я не верю в сволочные опросы в ЦИОМ, но я верю своим глазам, чтобы пересчитать моих знакомых, родственников и коллег, которые не поддерживают войну. Хватит пальцев на одной руке. Остальные либо за, либо безразличны. Что один хрен. Ну, в общем, да. А помните, мы когда-то смеялись над староверами, которые считали телевизор дьявольским порождением. А ведь они правы оказались. Да. Двадцать первый год. Две цитаты Путина. Двадцать первый год. Путин. Мы успешно развиваем гражданскую авиацию. Это вдохновляет нас на новые свершения. Двадцать второй год. Российские, тоже цитата Путина. Российские авиакомпании стали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчастями свои другие воздушные суда. Нет, нет, это Путин не говорил. Ну, просто вы знаете. Да, действительно, это официальное сообщение было на ТАССе. Да, разбираются самолеты. Так. Песков заявил, что Путин не поедет на Ден-Ассамблею ООН в сентябре. Вот то самое ГА, я вам говорил, это Ден-Ассамблея. Так, не поедет и не планирует на ней выступать. Это тот самый случай, когда человека посылают нахрен, а он отвечает. Да, я и так сам шел в ту сторону. Ну, так что еще? Стрелков, вот Стрелков все время цитирует. На Донецком фронте без изменений. По сообщениям с фронта, атакующий потенциал действующих здесь частей Донецкой пехоты практически исчерпан. Так, имеющимся силами добиться взятия Авдеевки и продвижения на других участках вряд ли возможно. Так. Даже тактические успехи третьего эффективного этапа в плане продвижения вперед пока унизительно минимальны. Да, ребята, вот насчет войны, обычно вот, ну, ну, предыдущие дни хоть там где-нибудь на ТАСе-то нам на Russia Today писали, что вот взяли такую деревню там, ух ты. Вот, а сейчас молчат. Угу. За трое суток новыми противорадарными ракетами уничтожили 17 средств ПВО оккупантов. Какая-то новая ракета, да, 150 километров дальность у нее. Хорошо. Так, если русские, ну, если русские выбрали Путина, то тогда жители Хельсона сейчас также выберут войти в состав РФ. Ну, конечно, ну, все же это вранью. Так. В СУ ликвидировали лучшего российского вертолетчика полковника Василия Клещенко. В 21 году он принимал участие в параде к 9 мая. Летал за штурвалом боевого вертолета К-52 «Аллигатор». Сбили его, да. Так, Ходорковский пишет на Твиттере. Это все Твиттер. Способность россиян покупать еду рухнула до многолетних минимумов. Люди Икс могли летать, читать мысли и управлять погодой. Люди Зет, люди Зет, точно, обладают еще более уникальной суперспособностью – выживать нам мрот. В Санкт-Петербурге неадекватный молодой человек убил девушку прямо на глазах прохожих. Он утопил ее в реке Монастырке возле Александра Невской Лавры. Вот так, ребята, что такое? Так, а вот опять про Трампа. Большая группа сотрудников ФБР этой ночью нагрянула с обыском в дом Дональда Трампа во Флоренте. Похоже, этот большой поклонник Путина станет первым президентом США, которого отправят на зарешетку. Не говорите гоп, я не знаю, как бы радовался, если бы Трампа действительно посадили в тюрьму. Ну, дергают его, не оставляют в покое. Есть, а вот тоже про это же. Есть в США закон, который гласит, что президент, у которого закончились полномочия, не имеет права выносить или вывозить любые документы из Белого дома. Трампуша что-то стырил из своих архивов и вывез домой. Соответствующие службы свое дело знают и рыжему больше не быть президентом. Хорошо бы, да посадить бы его, а. Украина перекрыла подставки российской нефти последнему союзнику Путина в Евросоюзе. Венгрия осталась без Юрелс, но это нефть Юрелс, после того, как Транснефть из-за санкций не смогла отплатить транзит через украинскую территорию. Ну, вот так, ребята, да. Хорошо. В Китае выявлен новый смертельный вирус. Я вам говорил, какой-то новый вирус. Я даже не запомнил, как его, на буквах Х. Опять утечка в биолаборатории? Черт его знает. 9 августа, это сегодня как раз, да. Вот 9 августа 99-го года Ельцин выступил с телеобращением, в котором объявил о назначении Путина, исполняющему обязанности председателя правительства РФ. Это страшный день календаря, да. Пишут, что Украина... А, вот я вам говорил уже, да. Пишут, что Украина получила от Эрдогана 50 единиц БТРов со всякими фишками. И ждут еще 150 штук в ближайшее время. Наверное, Путин договорился. Или до физделся. Ну вот так, да. Депутат справедливой России попросил запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле. Из-за антивоенной позиции. Нифига себе. Так, и еще раз. ФБР обыскивает поместье Трампа во Флориде. Да, это новость вообще офигенная. Так, и что дальше? А, план Путина заморозить боевые действия в Украине до 2024 года, когда снова придет Трамп, накрывается медным тазом. Так, Песков заявил, что если в Украине появится завод Байрактар, он попадет под демилитаризацию. Как они задергались. Да, вот я тоже заметил. Вот какой-то парень тут пишет. Так, очевидцы, ребята, вот эта новость буквально, ну, не знаю, пара часов появилась. Очевидцы сообщают о взрывах в Крыму. По предварительной информации, взрывы произошли в районе военного аэродрома в Новофедоровке. Официальной информации о происходящем пока нет. Да, вот только ролики вот на Твиттере. Местные жители так описывают произошедшее в Крыму. Неожиданно застряслись окна и стены, люди стали сразу же уезжать в сторону города Саки. Опа, тетя Роза пишет на Твиттере, естественно. Если это правда, что Кабаева не жена, а прикрытие, ну да, вот какой-то слух пошел, что Кабаева не жена, а прикрытие. Ну и что, то вообще нет слов. Иметь все как жена, но при этом не надо спать с пришивой жабой. Ну да, у него куда ни плюнь, везде прикрытие. Ну, в общем, да. Так, сложилась критическая ситуация в одной из основных отраслей российского легпрома, хлопчатобумажной. Многие ее предприятия на грани остановки ввиду исчерпания запасов хлопка сырца и хлопковой пряжи. Спрос на эту продукцию обеспечивается более чем на 90% импортом. ХБ все закончится, ребята. Так, еще раз, вот уже инсайдер передает. Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного аэродрома в Крыму. Угу, угу, угу. И последнее, а вот это интересно. Это последняя новость. Фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы за... Вот обратите внимание, за что? За участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Нифига себе. Вот такие дела, ребята. Все, на сегодня все. Там дальше видно будет. Пока. С вами доктор Блад. Я, может быть, сегодня даже постарегусь. У меня вот тут заряжается батарейка в этой постригалке. А то надоели вот эти лохмы. Ну, все. Чао.